Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездры. И сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. Восьмая глава – это предпоследняя глава книги. А первая тема Ездра и его спутники приходят в Иерусалим. Далее говорится о повелении, которое царь Артаксерс дал Ездре. Ну, сначала о том, как они приходят в Иерусалим. После всех событий в царствование Артаксерса, царя Персидского, «Пришел Ездра, сын Азария, Хезрия, Халкия, Салима, Садука, Ахитова, Амария, Озия, Мамерово, Зарея, Сауя, Вока, Ависая, Финеса, Элязара, Арона, Персвященника». Зачем нам дается перечень имен всех предков Эздра? Чтобы обосновать его право быть первосвященником. Он не просто из колена Левина, он потомок Аарона. А как мы знаем, только потомки Аарона из колена Левина могли священнодействовать. Все остальные левиты, которые не все были потомками Аарона, они могли только прислуживать у тех, которые были действующими священниками. «Сей Ездра пришел из Вавилона как ученый, сведущий в законе Моисея, данном от Господа Бога Израилева». То есть Ездра действует как ученый человек, ученый в данном контексте – это теолог, законовед, который хорошо знает закон, сведущий в законе Моисея, в том самом законе, который данный от Господа Бога Израилева, уточняется здесь. «И оказал ему царь честь, чтобы он снискал у него благоволение ко всем прошениям своим. И пришли с ним в Иерусалим некоторые из сынов Израиля и священников, священники-левиты, но потомки Аарона. И левитов, просто левиты – это не потомки Аарона и не священники, хотя они священнического рода. Священопевцев и привратников, и служителей при храме. На седьмом году царствование Артаксеркса, в пятый месяц того же седьмого года царствования, ибо они, выйдя из Вавилона в новолуние первого месяца, пришли в Иерусалим, поданному им от Господа благопоспешению в пути в новолуние пятые. Ездор же прилагал великую заботу, чтобы ничего не опустить из закона Господня и заповедей, чтобы научить всего Израиля постановлениям и судам. Здесь, конечно, в этом тексте удивляет то, что даже привратники – это совершенно конкретные люди. Скорее всего, они из тех родов, где всегда были привратники с момента построения храма Соломонова. И такие должности, они были наследственные должности, когда сын принимал эту должность в наследство от своего отца, деда, прадеда и так далее. Ездор – это великий реформатор Ветхозаветной Церкви, в хорошем смысле этого слова. Он мыслит себя законоучителем, который должен научить всего Израиля постановлениям и судам, то есть постановлениям Божьим, тем решениям, которые предлагаются в законе Бога, и судам. Суд – это справедливость. Нельзя построить общество ни на основах правосудности. Это совершенно невозможно. Далее говорится о повелении, которое царь Артаксерс дал Ездоре. Мы уже рассматривали в одной из глав, второй Ездоры, о повелении Дария, которое было дано. А здесь говорится о повелении Артаксерса. Скорее всего, это Артаксерс Лангиман. Я зачитаю последнюю часть. «И вот я, царь Артаксерс, повелел казнохранителям Сирии и Финикии, чтобы они все, чего потребует Ездор священник и чтец закона Всевышнего Бога исправно давали Ему даже до ста талантов серебра, также пшеницы до ста коров и вина до ста мер. И все другое по закону Божию тщательно доприносится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на царство царя и сынов его». Вот Артаксерс – умный человек, он понимает, что без божественного благословения не то чтобы он сам, но даже его династия может прекратить свое существование. Он думает не только о себе, но и о своей династии, о своих сыновьях. И понимает, что жертвуя на дело Божие, он может получить такое благословение для своего рода. И очень интересно то, что написано с 23 стиха. «А ты, Ездра, по мудрости Божией, поставь начальников и судей, чтобы они судили во всей Сирии, Финикии, всех, знающих закон Бога твоего, а не знающих поучай». Оказывается, власть закону учителя Ездры, этого Наси, Наси – это патриарх, она распространялась не только на Святую Землю, Расисраэль. Он поставлял начальников и судей по всей Сирии и Финикии. То есть Господь через него вел работу со всеми этими людьми. Ездра благодарит Господа за то, что такие перспективы Господь открывает перед ним. И мы читаем с 25 стиха по 27. «Тогда сказал ученый Ездра, благословен единый Господь, Бог отцов моих, положивший на сердце царя прославить дом его в Иерусалиме». Он благодарит Творца за то, что он так расположил сердце царя. Сказано, что сердце царя в руках Божьих. «И почтивший меня пред царем и советниками, и всеми приближенными, и вельможами его. И я ободрился помощью Господа Бога моего, и собрал мужей израильских, чтобы они шли со мной». Казалось бы, немного непонятно, как же Господь содержит в своих руках сердца языческих правителей, языческих царей. Царь – это ангел-хранитель своего народа в таком человеческом формате, в человеческом существовании. Вот меня поразила книга, которую я купил в свое время в Иерусалиме, насколько я помню. Это книга, это иудейская книга Раби Шнеур Зальман «Законы изучения Торы». Чем она меня поразила? Ну, с одной стороны, законы изучения Торы, очень интересно было посмотреть, какие правила для изучения закона. Но в конце этой книги рассказывается об этом известном еврейском авторитете, это автор книги «Тания», очень такая авторитетная в иудаизме, рассказывается о том, как этот иудейский ученый сидел в Петропавловской крепости и однажды под видом обычного офицера к нему зашел русский царь. И какие эмоции пережил этот еврейский Равин, когда христианский царь зашел в его камеру. Я зачитаю. Это 144-я страница этой книги. Шеф жандармов высоко отозвался перед самодержцем России о заключенном рабе, как о святом человеке и большом мудреце, и что сам он лично считает, что донос не более чем гнусная клевета и навет из-за зависти, междоусобицы или тому подобных причин. Ну, его оговорили другие иудеи, они там друг с другом очень конкурировали. Заинтригованный этими словами царь решил посетить святого раби и убедиться в этом. Как-то раз царь переоделся в обычное цивильное платье и вошел в камеру как якобы следователь. Однако, как только он вошел, святой раби, ну, это как бы иудейская оценка его, встал и отвесил ему земной поклон как царю. Удивленный царь наделанное возмутился. С какой стати ты приветствуешь меня как государя? Нет никакого сомнения, что вы государь, ибо земная власть является отображением небесной власти. При вашем появлении меня охватил такой страх, которого я не испытывал при виде царедворцев и министров ответил раби. Вот это интересное свидетельство казалось бы противника христианства, как он воспринял приход русского православного царя в его камеру. Он испытал страх, потому что действительно царская власть это отображение небесной власти. И я когда прочитал такое свидетельство, я подумал, если бы в русском народе были бы люди, православные христиане, которые также бы благоговели перед властью царя, монарха, что, увидев его сразу, отвешивали бы земные поклоны, не было бы никаких революций. Итак, согласие царя Артаксерса Лангемана получено, и далее дается список спутников Ездры с 28 по 48 стих, и для нас интересный раздел, он описывается и в первой книге Ездры 49 по 53 стих, и объявил я там пост пред Господом Богом нашим, чтобы испросить от Бога благополучного пути нам и спутникам нашим, и детям нашим, и скоту, ибо я постыдился просить у царя пеших и конных и проводников для безопасности от противников наших, потому что мы сказали царю, что сила Господа нашего будет с имуществом его во всяком добром предприятии. Итак, мы снова помолились Господу Богу нашему обо всем этом и получили от него великую милость. То есть, когда мы хотим предпринять какое-то важное дело, даже если есть одобрение светской власти, есть там помощь материальная, без поста и молитвы браться за важное дело совершенно нельзя. Далее говорится о пожертвовании на храм, о прибытии в Иерусалим. Все это подробно мы с вами рассматривали, изучая первую книгу Ездры, восьмую и девятую главу. и так до восемьдесят седьмого стиха. А с восемьдесят восьмого по девяносто второй говорится о том, что было принято решение расторгнуть смешанные браки. Мы тоже помним с вами. Это первые Ездры, десятая голова с первого по пятый стих. Но хочется опять вернуться к этой теме и обсудить, почему это было так важно. Это было важно по той причине, что когда в семье рождаются дети, а семья основана только на плотском влечении мужчины к женщине и женщине к мужчине, но нету духовного единства на чем, на каком основании, будут воспитываться эти дети. То есть как бы под такие отношения закладывается мина, которая сильно взорвать эти отношения и разрушить этот дом. И это было бесчестное деяние по отношению к самим этим женщинам, язычницам. мужчинам, ведь те мужчины евреи, которые брали их за себя, они догадывались и понимали, что у них нету нормального будущего, что рано или поздно это поставит этим мужчинам на вид, им придется избавиться от этих женщин. Мне известны очень многие случаи, когда христиане вступали в такие браки, но никогда такие отношения не приносили радости и согласия в жизнь таких семей. Конечно, во всем бывают исключения, и в какой-то момент люди могли жить и наслаждаться общением друг с другом, но рано или поздно вот эти подводные камни, они вылазили и разрушали судно семейной жизни в дребезге. И люди терпели то, что апостол Павел называет кораблекрушение вере. А ведь как важно создать семью на духовной прежде всего основе. Как наши предки говорили, без Бога не до порога. Итак, сегодня мы сделали обзор восьмой главы второй книги Ездры. И в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать последнюю главу этой книги, это девятая глава. Спасибо всех, Христос. Христос.